И всем привет, ребят! С вами Сторваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной интересной теме, одному интересному корпусу. И сегодня я попытаюсь до многих донести одну очень интересную информацию, которая со временем, со временем я надеюсь на то, что приведет к долгожданному нерфу сегодняшнего корпуса. У меня на аккаунте прямо сейчас одет паладин, и именно о нем сегодня мы вместе с вами поговорим. Также вы видите пушку Тесла, наверное, на данный период времени лучшая пушка в сочетании с паладином, но и вообще очень сильная пушка в игре. Сегодня я бы хотел сказать какие-то определенные причины, почему этот корпус столь жестко сейчас нагибает, и почему стоит его все-таки уже отправлять на покой и нерфить. В свое время что-то подобное произошло с Хоппером. Вы знаете, что сейчас этот корпус полностью убит, и на нем практически никто не играет. И я думаю, что пришло время паладина. Очень многим игрокам матчмейкинга, которые играют на нем, либо даже не играют на нем, да, то есть те, кто играет еще ладно, да, как бы, ну, там плюс-минус 50 на 50. Есть те игроки, которым он сильно нравится, есть те игроки, которые уже, как я, например, понимают, что это перебор, это перебор, и понимают, что скоро его занерфят. Вопрос лишь времени, когда это произойдет, и когда все-таки наша балансная тема с корпусами, про пушки я вообще сейчас не говорю, вернется в норму. Ведь постоянно у нас в игре происходят моменты, когда один корпус становится намного жестче других. Хотя, по сути, паладина, когда вводили у нас в игру, показывали, как корпус, ну, такой, знаете, как больше командный, и корпус, который будет больше саппортить тиммейтом, да, нежели набирать очки в соло и жестко разваливать, да. Давайте я все-таки пикну куда-нибудь, а то я буду так базарить на фоне, не играю вообще. Залетим хотя бы, ну, покажем на примере, что происходит, все-таки мыслей много. И изначально он был даже еще жестче, он был еще жестче, да, то есть пока он был в, как он называется, в закрытом доступе, можно сказать, да, есть правильное слово, но я забыл его. В закрытом доступе, когда была возможность только выбивания этого корпуса с ультра-контейнеров, не такое большое количество паладинов вообще в принципе было в игре, ну, и понятное дело, что те донатеры, у которых были эти паладины, даже играя с ними, практически никто не реализовывал его на максимум, да. То есть кто-то думал, что он не жесткий, кто-то просто играл там, не до конца понимал, как его можно грамотно использовать, соответственно, не было какого-то прям лютого дисбаланса. Да, были те игроки, которые все-таки понимали, как эта вещь работает и как ее можно реализовать, но этот процент игроков был крайне-крайне маленький. Со временем, после выхода паладина за кристаллы, все больше и больше игроков начало понимать, что этот корпус реально очень и очень сильный, я в том числе об этом говорил и говорю прямо сейчас, это лучший корпус на данный период времени в игре, самый жесткий корпус, и ни один корпус сейчас не стоит даже близко рядом с этим корпусом. Все очень просто, да, кажется, ну чего здесь удивительного, да, то есть есть овердрайв, который дает ХП, отключает все эффекты и как бы, ну ничего такого сверхъестественного, да, с одной стороны. Но, по сути, такая пушка как Тесла дает этому корпусу при овердрайве ваншот любого легкого танка и также уничтожение за два тика любого тяжелого, либо среднего танка. Чего не дает сейчас в игре ни один другой корпус, ну и пушки, да, то есть здесь можно не ограничиваться одной Теслой, можно использовать и другие вооружения и также эффективно их реализовывать. Поэтому я для себя, я для себя на данный период времени понял, понял, что уже пришло то самое время, когда нужно заканчивать, нужно прощаться с этим корпусом, нужно приравнивать как-то все к балансу. Можно приравнивать, да, то есть, ну не должно быть в игре у нас так, что один корпус на две, а может даже на три головы лучше, чем любой другой, да, то есть все эти викинги, хантеры, которые вы видите сейчас против, которые вы видите за меня, они даже близко не стоят с этим паладином. И самое удивительное то, что изначально, когда только этот корпус появился, я, например, никогда не мог подумать, что вот эти вот статус-эффекты, которые были изначально направлены на то, чтобы саппортить своих тиммейтов и приносить им пользу, выльются в то, что это станет самая жесткая машина, которая за счет своего овердрайва, во-первых, можно сказать, бессмертно, да, вот, вот просто вы прожимаете овердрайв, да, ну, сейчас я, конечно, не совсем грамотно это сделал, все-таки мне нужно было, чтобы у меня хотя бы аптечка была, да, но суть его в том, что ты даешь себе самохил, ты даешь себе защиту от всех статус-эффектов, и при этом ты еще даешь пробитие и даешь подавление своему оппоненту. И в тот самый момент, когда на подавление дали еще эффект отключения расходки у противника, ой, не расходки, а отключения дрона, этот паладин стал еще сильнее, хотя по сути, по сути, его даже старались нерфить, да, уже как бы старались нерфить. Что же делать? Что же делать? Да, как его занерфить? Ведь, если у нас там в матчмейкинге, вот в таких боях, как я сейчас зашел, ну, кажется, нет такого большого количества паладинов, да, и, ну, как бы, нет проблем, да, но это больше связано с тем, что игроков, да, как таковых, среди среднего баланса, которые понимают еще это, не так много, но если вы зайдете в те бои, которые играются как, ну, можно сказать, группами, да, играются конфами, там вы увидите одну простую картину. 5-6 паладинов с одной стороны, 4-5 паладинов с другой стороны, да, это я говорю именно, если там вы будете играть конфу на конфу, либо кто там, например, стримы смотрит по осаде, как мы катаем, да, то есть, насколько большое количество этих корпусов и, ну, им нет равных, да, то есть, по-большому, по-большому нет равных. Это дичайший, дичайший корпус, который, ну, должен уже приходить в дефолтную, наверное, метод, да, дефолтную метод, то есть, у нас в игре было принято всегда, да, делать сначала что-то имбовое, чтобы потом все игроки акцентировали на этом корпусе внимание, покупали его и за счет этого, да, то есть, выстраивался какой-то определенный баланс, потом этот корпус нерфили. Я считаю, что это время пришло и на данный период времени полноценно количество паладинов в игре зашкаливает, да, то есть, в этом бою, конечно, мне здесь не зафартило, может, за счет того, что я записываю чересчур ранний видеоролик и здесь все-таки играют игроки, которые, ну, не совсем сконцентрированы на этом замечательном корпусе, да, но вот эта вот вещь, когда ты вот так вот с овердрайвом подъезжаешь, можно даже не кризис использовать, да, условно, и начинаешь вот этот вот эффект реализовывать, ну, типа, это все, это просто все, да, то есть, то, что здесь у меня в катке не получилось два из двух раз реализовать его, ну, окей, хорошо, хорошо, я, может, где-то поторопился, чуть рано прожал ДДшку, да, и, ну, немножко переграл себя, но суть проста, суть очень проста этого корпуса и самое, что мне сильно не нравится, это то, что были у нас в балансе, там, условные викинги, да, условные те же самые харьки, да, когда очень сильно они нагибали и харек нерфили, да, но даже харек, да, это корпус, который нужно было очень грамотно, очень грамотно реализовывать, да, то есть, там, ну, далеко не каждый игрок, даже имея супер овердрайв харька на то время, мог его реализовать, потому что это была уже больше игра скилла, твоих навыков, а здесь, ну, я бы не сказал, что здесь что-то надо уметь, да, то есть, любой ботинок, который особо даже не понимает что-то в этой игре, взяв этот корпус, сможет полноценно реализовать овердрайв. Зажав кнопочку shift при овердрайве, поехав на вражеский спау, став и просто уничтожить любого оппонента, за счет того, что даются очень жесткие статус эффекты и за счет того, что еще и ты сам себя сейвишь от этих статус эффектов. Поэтому, как его занерфить? Как его занерфить? Все очень просто. Если сейчас у нас 20 секунд работает данный замечательный овердрайв, сделать из этих 20 10, а лучше сделать 7, 7 секунд. И все, и все, просто все. Да, то есть, ничего проблемного уже скорее всего. Этот корпус сделать не сможет. Хотя и без овердрайва я бы сказал, что по управляемости, по тому, насколько он удобен при игре на нем, я бы сказал, что и даже без такого жесткого овера будут те игроки, которые будут продолжать играть на нем. Все-таки для меня бывают моменты, когда решает удобность корпуса в определенных ситуациях. Например, на паладине я считаю, что Тесла это, наверное, лучшая пушка по удобности, по тому, как можно за счет этой пушки и прожать овердрайва надавать киллов. И также, например, условно, Крусейдера-Вулкан. То есть, это тоже комбинация, которая идеально подходит друг другу. У тебя есть пушка, которая дамажит очень жестко, и есть корпус, который может нанести тоже хороший урон, дать пробитие. И в совокупности эти два компонента, пушка плюс корпус, работают очень круто. Так и здесь, да, то есть, паладин и Тесла. И даже если занерфив паладина, в целом, может быть так, что игроки все равно продолжат играть. Но это уже будет совсем другая история. Это раз, и два, паладин не будет уносить все подряд. Если вот в таких боях акцентировать свое внимание исключительно на контроле центрального овердрайва, как было это, например, FDM в последнем режиме на песочнице, где я лично зашел на этот режим, начал контролить центральную овердрайв и собирать их, и, мягко говоря, респить полкарт, то в любом подобном бою, и вот в этом в том числе, у вас будет дичайшее преимущество. Понятное дело, что я сейчас тут разглагольствую, пытаюсь что-то тут умное высказать и не так сильно концентрирую свое внимание на игре, но даже при этом, при этом за такую катку при 6 на 6 бою у меня получилось дать уже 36 килов. То есть, ну, где-то здесь мы до сороковочки, если дотянем, будет вообще идеально, идеально, да. Ну и, конечно же, хоть я и сказал, что овердрайв является сверхжёстким, но то, как я первые два овера реализовал, это, конечно, максимально было печально. Так что, друзья, я надеюсь на то, что наступило уже то время, когда занерфят этот замечательный корпус, хоть и я, ну, буквально, наверное, там, недели две назад ещё призывал покупать, прокачивать и говорил, насколько он жёсткий. Да, он реально жёсткий, но эта жёсткость уже, как по мне, переросла в то, что, ну, типа, хватит. Просто хватит. Это перебор. Перебор того, чтобы игроки концентрировали своё внимание исключительно на одном корпусе в игре. Хотя вот этот вот бой для меня, если честно, удивление. И удивление очень сильное. Почему здесь такое большое количество хантеров и викингов, но ни один из этих корпусов не стоит даже близко с паладином. Даже близко он не стоит. Викинг сейчас вообще находится в одном из самых худших балансов, который только был с этим корпусом. За счёт того, что овердрайв копится пять минут. Пять минут копится овердрайв. За это время на паладине можно раздать два с половиной овера. И тот процент, который будет копиться у вас на паладине, он будет значительно больше. Ну и понятное дело, что пилов вы сможете также реализовать намного больше с этим замечательным корпусом. Я очень сильно надеюсь, что уже в скором будущем этот корпус начнут приравнивать к другим корпусам. И закончится это поистине жёсткая доминация. Я лично уже бы хотел поиграть на других корпусах это раз. Ну и поискать какую-то новую интересную мету. Ведь сейчас если речь идёт о имбе, всё заканчивается на этом замечательном корпусе. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу корпуса в целом. Согласны ли вы с моей точкой зрения. Если не согласны, то напишите, почему вы не согласны. Да, может быть, у вас есть своя какая-то определенная позиция на этот счёт. Будет интересно мне тоже почитать. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Также, друзья, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мистер Ванька.